Светочка, молодец. Рязанке Светлане Аристарховой на этих кадрах еще предстоит вырваться вперед и вырвать победу у своей, можно сказать, давней соперницы. Две спортсменки встречались и раньше, но тогда Светлана уступила несколько секунд и заняла второе место. Теперь на дистанции 3 километра она вырвалась вперед и заняла первое место на чемпионате России по легкой атлетике. Это первая мощная победа, это вообще моя первая победа на таких, ну, на чемпионате России, потому что я тренируюсь всего год и даже не ожидала, что вообще такое возможно. Я до конца не верила, что можно стать чемпионкой России, но это получилось. Светлана тренируется всего год и уже одержала несколько значимых побед. В ее коллекции есть бронзовая и серебряная медали с чемпионата России. Теперь появилась золотая. А началось все просто. Светлана пришла на тренировку и сказала, что хочет заниматься легкой атлетикой. Уже через пять месяцев спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта, стала второй в ЦФО, а после прошедшего чемпионата России ей присвоят мастера. Но тренировка перед соревнованиями заметно отличалась от предыдущих из-за введенных ограничений. Сначала парки были все закрыты, стадион тем более, никого ничего не пускали. Приходилось выезжать на природу очень много. Потом, когда открыли стадион, мы совсем немножко побегали на стадионе. Почему-то она мне второй была на степельчезе в Брянске на первенстве. Очень мало работали препятствия. Как-то умудрялись, тренировались, как и все. От Рязани на чемпионате России выступили три спортсмена. Среди 31 региона горожане с небольшой командой заняли шестое место. Светлана привезла золото, Мария Именина заняла шестое место. Александр Именин получил серебряную медаль на дистанции 10 километров. Уступил я рекордсмену России, очень сильному спортсмену, представляющий Краснодарский рай Хакасию. Какой у вас от него отрыв был? Три секунды. Все решилось, в принципе, на последних двух. Сейчас у спортсменов идет восстановительный период после чемпионата, но уже в скором времени тренировки вновь войдут в привычное русло. Ведь на носу чемпионат СФО, который пройдет 13 января. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.